Как мы вели такие радикальные реформы, то я думаю, что надо фокусировать самым важным для того, чтобы гарантировать базовые принципы функционирования демократического общества и свободного рыночного экономика и гражданского общества. Что такие базовые принципы? Должны работать все нужные институции, и их очень много. Это правительство, это министерство, это судебная система, это контроль парламентом на правительство, это демократическое выбор, это транспарентность. Во-вторых, я думаю, что учитывая ныне ситуацию Украины, ни в коем случае нельзя дооценивать макроэкономическую стабильность. Мы знаем макроэкономическую ситуацию сложно, учитывая такой кризис, который связан с военной деятельностью, очень многих изменений внутри общества. Но все-таки макроэкономическая стабильность в смысле и балансирование бюджета на государственном уровне, то, чтобы работала система банковской системы и много-много разных элементов. Это очень важно, чтобы экономику могли развивать, чтобы Украина была аттрактивным рынком для домашних предприятий, домашних инвесторов, но и иностранных инвесторов. Третье, это еще раз функционирование правового государства как такового, его в деталях. Что я в этом веду? Не может быть функционированной демократии и конкурентоспособным рыночной экономикой, когда проблемой является коррупцией, когда проблемой является то, что не функционирует, защита инвестиций, прозрачная система купли-продажи земель и так далее. Так что хорошее функционирование любых элементов правового государства – это очень важный аспект для развития Украины. Эстонский опыт говорит то, что электронное правительство может быть эффективным тогда, когда смотреть на эти возможности сноси на фундамент. Для фундамента мы нуждаем хорошо продуманную, адекватную систему всех государственных баз данных, регистров и так далее. Это означает, что есть адекватная коммуникация между датабазами. Это означает, что было хорошо гарантированная персональная идентичность куберпространства. Целью электронного правительства можно назвать два важных цели. Во-первых, то, чтобы гарантировать современный демократический процесс государства. И второй целью, чтобы правительство было в эффективном смысле, читая денег налогоплательщиков и читая времени гражданин предприятий и так далее. Мы хотим, чтобы позитивные изменения, которые, может быть, даже больные в каком-то коротком сроке, случились уже завтра. Это абсолютно ясное человеческое ожидание. Мне кажется, имея много контактов, встреч не только в этом визите, но и раньше, что все-таки такие реформы, изменения украинского общества и украинской экономики, эта задача огромный вызов. Мне даже оказывается, что очень часто мы не даем отчет, сколько уникальный это вызов для нынешней генерации. С этой смыслию надо, конечно, понять то, что украинской власти эти, может быть, изменения не идут так быстро. В этом смысле, конечно, я бы, смотря на ситуацию сбоку, в каком-то смысле, заветую быть любым гражданином Украины, требовательным, но дать время и возможность, потому что это задача с огромным уникальным вызовом. Продолжение следует...